Здравствуйте дорогие друзья, вы находитесь на канале обо всем понемножку, с вами его бессменный ведущий и зовут меня Григорий. Сегодня мы начинаем двухдневный тур в город Богданович, Свердловская область. В Богдановичах мы планируем посетить Уральский Марс, Байновский водопад, Семицветные озера и постараемся заскочить на озеро Куртугус. Отъезжаем к городу Тюмени, проехали объездную дорогу, дали видать трубы ТЭЦ. В пути находимся 40 минут. Общая продолжительность дороги 4 часа, предположительно. Вот мы движемся в городе Тюмени по объездной дороге. В сомрентоеристы Свердловской область. Продолжение следует... По указателям едем в Екатеринбург. Еще раз напомню, едем по городу Тюмени. Сейчас заедем до Московского тракта, там повернем на город Екатеринбург. Везде стоят указатели, кто будет ехать, не заблудится. Продолжение следует... Продолжение следует... Доехали до Московского тракта, сейчас поднимемся по развязке на мост и поедем в сторону Екатеринбурга. Ехать нам еще 222 километра 50 минут, находимся в пути. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы находимся в пути 2 часа 10 минут, покидаем Кулуцкий район, езжаем в Таллицкий район, в Таллицкий район ехали. Доскополосная полоса только в Тугулынском районе, пока дальше идет четырехполосная. Но в Тугулынском районе делают ремонт. Пашминский район, езжаем в Пашминский район, в пути 2 часа 50 минут, осталось 100 километров, и будем на месте. Едем по Калышловскому району, три с половиной часа в пути. Досталось 60 километров. Досталось 60 километров. Езжаем в Пагдановический район, покинули Камышловский. Осталось 35 километров. В пути находимся 3 часа 50 минут. Дорога заметно хуже стала. Двухполосная. Проезжали четырехполосные местами, местами двухполосные. Здесь стройка идет. Дороги ремонтируют, строят. На протяжении всего этого участка, на что мы движемся. Вот приехали в Пагданович, и теперь нам надо повернуть с трассы налево и ехать еще 20 километров. Поворачиваем налево и едем еще 20 километров. Поверните налево. Двигайтесь прямо 5 километров 800 метров. Не на тот Марс приехали. Навигатор завез нас маленько не туда. Тут какое-то озеро. Но это все из... Это тоже часть, я так понимаю, уральского Марса. Вот глина тут, все из глиняный карьер. Сейчас будем возвращаться обратно. Ну и будем искать, где эту ландшафт и наши. Вот такая вот, такие лужи тут. Ввиду химического состава. У глины вот такого цвета становится вода. Здесь должно быть сильно много серого водорода. Маршрут перестроен. И купаться в этих лужах категорически нельзя. После дождя тут без полного привода делать нечего. Дорога не очень хорошая. Что-то не фокусируется. До Марса дорога очень сложная. Без полного привода тут делать нечего. Налево-направо поедем. Прямо? Прямо. Поехали прямо. Ребята тут все идут пешком. Кто попытался на легковых машинах проехать, те застряли. Тут везде глина. Поэтому машина буксует. Держись, держись. Вот мы, кажется, и подъехали к Марсу. Здесь кто-то может петь. Вот красный. Тоже кто-то бросил машину свою, куда-то пошел пешком. Проедем дальше. Марса пока не видать. Где же наш Марс? Что, сюда заехать? Вот и приехали. Настоящий ворольский парк. Такое чувство, что мы тоже не все. Как и сюда. Вот, наконец-то мы приехали. Но опять неизвестно, куда мы приехали. Сейчас посмотрим, есть ли тут спуск. Пойдем в Марсе. Вот, друзья, мы на Марсе. На Уральском нашем. Конечно, ожидалось другое маленько. Но не впечатляет. Сейчас поедем искать новые места. В другом месте будем другое съемку еще вести. Объедем весь Марс. Посмотрим, что есть. Интересно. Есть маленько пейзажи, но все заросло. Весь Марс заросший. Вот еще немного видов. Мы приехали, видимо, здесь относительно недавно был дождь. Поэтому дорога вообще ужасная. Ехать только на полном приводе. Вот, наконец-то я нашел этот Марс. Вот это уже другие виды. Толпы туристов ходят. Ну и мы присоединимся к этим толпам туристов. Красная вода красного оттенка. Из-за большого наличия содержания серого водорода. Ну вот, ваш покорный слуга на фоне этих пейзажей. Надо аккуратно спускаться. Тут везде тропиночки всякие разные. Надо аккуратненько спускаться. Не подскользнуться везде глина. Много тропок всяких разных. Вот, пожалуйста, прилетели инопланетяне. И поздравляют с праздником земляне. Вот такие декорации тут сделали. Люди постарались. Для туристического места. Смотрим. Вот каньоны прям. Все уходит. Правда, вот местами деревья растут. Все виды портят. А вот тут зверяки текли марсианские. Спускаемся в реку к озерам. Вот со всех сторон тут реки текут воды. Вода дождевая прорезает все. Спустились в самый низ карьера. Надо еще подумать о том, как забираться обратно. Вот это вот уральский марс. Красная уральская планета. Вода красного цвета. Рисковать ножки мочить мне не буду. Не рекомендуют. Чайки облюбовали эти озера. Очень много чаяк. Карьер не очень большой. Обойти его не так много займет времени. Вот такие вот виды образовались. Природные. Я так понимаю, сначала карьер глину копали. Вот там чайки обитают. Обитают. Не видать. Что они тут кушают. Непонятно. Я сейчас в самом центре карьера нахожусь. Следующее место мы будем посещать водопад Войновский. Озера сообщаются ручьем. Обходить где-то по другому месту. Видимо, скачут все через тележку. Дубльки сначале завез нас не туда. Пришлось вернуться и в до железной дороги проехать. Мы попали на Марс. Я так понимаю, самое интересное это было в карьере. Вот это вот все, глиняные карьеры. Там дальше еще что-то есть. Но долго обходить тут. Вот она, добыча глины была. Экскаватор есть. Тут тоже озерцо какое-то, реки Ручьи. Ну, долго тут ходить надо. Очень много туристов входит здесь. Вот она, глина красная. Прям марсианский пейзаж. Можно снимать пасты. Вот сюда встаньте, кто-нибудь. О, все. Вот мы и приехали на Байновский водопад. Правда, водопад пересох. Я так понимаю, весной сюда приезжайте. Ранней весной, когда лед уйдет уже. Вот его русло только осталось. И вот там лужица небольшая. Не вовремя приехали мы на водопад. Вот так вот это примерно выглядит. Значит, вот забруда такая своеобразная. Видимо, набросали тут камней каких-то в свое время. Сейчас идет дождичек. Вот так вот это все тут выглядит. И тут же снова кусочек Марса. Вот я спускаюсь вниз. Прям парус у водопада сейчас пойду. Вот так вот из русла выглядит наш водопадик, на который мы так долго ехали. Долго и придолго ехали. Вот тут вот он и бежит, этот водопад. Сейчас я тебя сфотографирую. Речушка вся пересохла. Вот так вот выглядят ее берега. Иду прям по руслу речушки этой. Камни накиданы. Кальки разной формы есть. И вот туда вот все уходит. Иду прямо по руслу реки. К пересохшему. Летом тут делать нечего. Приезжайте сюда весной. Дно условно камнями разными. И галькой, и не галькой. Всякие разные камни есть. Ребятишки уже балуются, играют. Вот так вот он выглядит с этой стороны. Вот так вот выглядит этот водопадик с самого низа. Вот я и добрался до семиццветных озер. Вот первое озеро, я так понимаю. Какого-то зеленого цвета. Грязь, мусор. Пробраться сюда можно только на внедорожнике. Поэтому даже не пытайтесь на легковых автомобилях сюда ехать. Дорога ужасная. Вот еще следующее озеро. Это Красное озеро. Продолжение марсианской темы. Вот так вот оно выглядит. Сейчас поедем дальше. Тут дорожки везде сделаны. Поедем дальше смотреть. А вот они, наверное, все озера разделяются. Сейчас остановимся, походим давайте. Итак, вот там Красное озеро. Тут какое-то зеленое. Идем дальше. Продолжение марсианских пейзажей. Тут, я так понимаю, какое-то черное озеро. Вот Пятое озеро. Пересохшее какое-то. Вся это продолжение пейзажей марсианских. Вот так это все выглядит из середины карьера. Вот шестое озеро. Зеленое. Цвет глины придает им такой оттенок. Везде, видимо, разная глина. И поэтому разные цвета. Везде тут дорожки сделаны. Проблема только до сюда доехать. В остальном все отлично. Везде все дорожки. Зона для туризма не обустроена. Все самостоятельно везде. Ни кафе, ни баров, ни гостиниц. Ближайшие гостиницы в Богдановиче. Сейчас поедем в Богданович. Чуть-чуть тут погуляем еще по озерам. И поедем в Богданович. Тут все высохло. Какое-то озеро наверняка тут было. Я так думаю. А может, а, это дорога, мы по ней заехали. Заселились в гостиницу. Вот так вот и выглядит автомобиль мой. После покатушек. Мусорка грязи нацеплял. Все грязненькая. Вся машина грязная. Собрал всю грязь Екатеринбурга. Богданович. Кафе Олега. Кафе 1885. На улице Олега Кашевого. В той стороне находятся универмаги. В том числе монетка. В этом кафе. Японская кухня. Роллы, супчики японские. Паста лок. Лапшалу. Ночевали в гостинице. Квартирного типа. Называется Уютная. Находится на улице Степана Разина. Вот такая квартирка. Трехкомнатная. Все, что нужно есть. Чтобы переночевать. Даже бойлер. Кухонка. Небольшая. Конечно, не высший класс. Но одну ночь переночевать можно. При условии, что гостиничный бизнес в Богдановичах совсем не развит. Нашли эту квартиру. Потом только узнали, что есть еще какая-то гостиница Чаупан. Вот такой вот номер. Квартирка такая вот была. Здесь мы и ночевали. Телевизор не работал. В пятером здесь разместились. Вот видите, сколько кроватей, диванов. Здесь они сдают кое-какое место в этой гостинице. Нам повезло. Был свободен. Была свободная эта квартирка. Выселились из гостиницы. Поехали на озеро Куртубус. Ехать 30 минут. Чем замечательна была эта гостиница? Тем, что есть такая проблема в Богдановичах. Переезд через железнодорожный мост. Там постоянно собираются большие пробки. Сейчас мы это исключим. Так как ночевали в промзоне за железной дорогой. Все, отправляемся на озеро Куртубус. Вот мы приехали на озеро Куртубус. Тут кто-то делал себе спуск для лодок. Надо искать место получше, поприличнее. Средняя глубина этого озера 3 метра. Вот такой вот размер его. Купаться тут нигде не получится. Рыбалка только с лодок. У берега сильно мелко. Вот тут ездят, видимо, лодки. Мужики спускают. Сетки стоят, тычки видно. И вот так что-то далеко, мелко так идет. Сегодня погода прекрасная. Солнышко светит ярко. Аж припекает. В длину озера 4 метра в ширину, ой, 4 километра в ширину, 2 километра. Вот такое вот все заросшее. Надо поискать другой берег, куда-нибудь переехать. Вокруг, походу, везде все заросшее. Никакой инфраструктуры тут. Никаких пляжей. Ничего. Это озеро ценится еще тем, что здесь сапропель, грязь, весь ил. И этот ил где-то собирается и используется, применяется в санаториях для лечения опорно-мышечного аппарата. Ну, я на берегу потыкал палкой. В общем, глубоко палка уходит там в этот ил. Не знаю, до дна не достал. Сам рисковать не стал туда залазить. Купаться тут крайне неудобно. Ну, и люди вот рыбачат. Рыбку ловят. Ну, все. Теперь мы с этого озера поедем домой. В пути мы будем 4 часа 18 минут по навигатору. Но это без остановок. Но мы, скорее всего, будем останавливаться где-то. Чтоб дети побегали. Покушать где-нибудь. Остановимся на трассе. В кафе. Вот, чайки тут летают. Загорелась лампочка. Осталось примерно 7,5 литров. Проехали 498 километров. Сейчас будем заезжать куда-нибудь на заправку. Вот и закончился двухдневный тур наш по достопримечателям с тем города Богдановича. Общий пробег состоял 642 километра. Израсходовано топливо примерно 55 литров. Пользовались кондиционером практически всю дорогу. Ну, что могу сказать. Места там дикие. Ничто не облагорожено. Везде дорог нет. Практически везде на джипе. Машину полностью испачкали. Ну, конечно, не сильно грязно, как это после джиппинга, допустим. Но, тем не менее, машина грязная. Предстоит еще в дальнейшем мойка. Сервиса гостиничного там толком нет. Одна гостиница более-менее. Как мне сказали, это гостиница Чулпан, в которой мы жили. Гостиница это какая-то производственная. Ну, говорят, еще квартиры снимают, там сдают посуточно. Но я что нашел, туда мы и заселились, потому что времени разыскивать не было. Заранее мы не подготавливались. В целом, поездка понравилась моему семейству. Все довольны. Конечно, не впечатлен видами Уральского Марса, потому что на фотографиях выглядело гораздо интереснее. Но сейчас, видимо, там все заросло. Никто ничего не вырубает. Опять же скажу, за этим никто не следит. Ездят, возят туда туристов целыми автобусами. Потом ходят люди далеко пешком. на мой взгляд, поездка одноразовая. Так, ради спортивного интереса. Больше понравилось то, что дороги были, на машине путешествия. В принципе, впечатления новые получили. Семья довольна. всем спасибо. На этом все. До свидания, дорогие друзья. спасибо.